ну застопорился в этой тряси не объясню почему смотрите там говорится ты человек ты никому ничего не должен вопрос первый кто должен признать меня человеком должен леда к 2 должен я доказывать что я человек 3 имеют ли право в суде вообще рассматривать мое дело если я человек соответственно я сюзерен я не подвластно ему а он чья-то челядь имеет ли право чей-то вассал судить сюзерена заде такое вот мне такой вопрос если вы решите эти три проблемы тогда вот можно убегать кричать я живой там я не живу этом и прочее ответить на вопрос если кто-то что-то не знает это не говорит о том что его нет говорит о том что пока не знаете пока не знаете каждый день мы чего-то что-то изучаем так суверен самый главный суверен пока что на этой территории я не знаю насколько много распространяется вот это его суверенность это римская церковь римская римская церковь это не религиозная организация они прикидываются сейчас религиозной организации это самое что ни на есть не нам не то что самое что ни на есть она изначально была милитарской военной организации это военная организации все царствующие особы они напрямую подчиняются вот этой военной организации военная организация была поставлена на вот эту землю от какого-то существа и интересно это существо абсолютно и все царствующие особы напрямую подчиняются а потом уже в свою очередь царствующие особы которые у нас есть они держат в в загоне всех остальных там есть и бога избранные там есть все остальные это то о чем говорил алексей вот его пример мне очень нравится он бог для своего курятника на курятники там шесты и там сидят курицы и петухи которые покруче и которые там вообще бедненькие и на этом шесте так и располагаются ему плевать что какие у них отношения он им бросает зерно няшки так называемые они там за няшки могут и подраться могут спокойно жить ему неинтересно он посмотрел не вы хорошо курицы несутся петухи делают свое дело прекрасно все самое главное чтобы он смотрел чтобы там но друг друга не забили иногда там может по морде петуху дал или курицы и должны делать свое дело вот это самое что ни на есть хорошая организация в малом что большом что мало начиная с папиры римского как римского как он суверен он суверен на этой земле насколько огромная эта земля я не знаю насколько она тянется его суверенность если тянется даже дальше антарктического круга вот это для меня и пока еще вопрос но он абсолютная власть и через него руководит назовем яхве назовем яхве черт с ним вот и все остальные в подчинении вот и все то он или что там это уже это организации хорошо тогда я вам расскажу очень интересное есть такой джордан максфель который 50 лет занимается вот этим правом в конце сейчас ему 70 лет и он сказал я устал больше 70 уже 8 80 лет и сказал я устал потому что мне во первых никто не верит другие говорят это все глупости как можно а это все от недостатка знаний всего лишь так вот он рассказывает конечно там было на английском языке немного перевода было итальянского поэтому мне пришлось довольно таки серьезно сегодня поработать но самое главное что он пишет ну в смысле пишет рассказывает значит он говорит что почему морское право и почему земельное право не могу я отправить выгнуть на сто процентов его исследования потому что я ему верю что он 50 лет занимался но все таки тоже у меня много возникает вопросов даже в свете того что мы находимся на котлеров фм и многие многие чего объяснять и так объясняет вот ящик пандоры кстати так вот он говорит что мы на 90 процентов состоим из воды и есть только две самые самые настоящие ценности где мы находимся это вода и земля она на 90 процентов за состоим из воды вот мы и есть эта ценность так как вода то что мы есть это вода и электричество кто может сказать что нет благодаря электричеству мы живем и как скафандр но у нас есть способность нашей душе делаться мясом в определенном скафандре который вырабатывает электрический ток это получается как биологическая батарейка и вот здесь и и проблема что в этот момент когда мы есть вода а так как наши поработители они всю энергию превращают нет неправильно видите потому что я сейчас быстро перевожу они количество энергии определяют денежной единицей придуманной чтобы заставить эту энергию более интенсивно производить и и поэтому еще мы как вода мы река также так почему говорится что денежная река потому что мы есть эта энергия а энергия для этих поработителей он я думаю знает не знает но наверное может быть не говорить потому что это очень шокирующее и вот то что он говорил это 10 десятилетней давности я нашла может быть он уже умер я даже не знаю так вот там было сказано что я не понимаю он говорит почему так важно нашим поработителем вот этот вот эта энергия да возможно каким-то образом они ее используют для чего-то но мы тот сейчас то точно уже каждый знает если он там догадывался а мы это точно уже наверно знаю и здесь так как поработители разговаривали на латыни и перевели в данный момент на современный ну якобы современный английский язык и в английском языке сохраняются все те слова но он не знал буквицу он не знал русский и все сохраняются те слова которые употребляют наши поработители что он говорит он говорит сейчас подождите давайте но у меня тут все на на итальянском написано сейчас сейчас минутку самое главное так вот батарея сидите сейчас 90 вода вот-вот-вот он всем предполагает чтобы нашли словарь словарь юридический словарь самое главное есть много юридических словарей а есть словарь боу вир вирс я потом напишу потом напишу в чате только в этом словаре можно найти точное определение всем словам вот этим юридическим настоящим словам которые по умолчанию используют только высшие эшелоны этой юридической власти это все вот эти юристы которые судьи и самые высшие судьи не те судьи и там третейские судьи которые там в каком-нибудь районе а самые высшие судьи они пользуются только этим словарем что говорит этот словарь он говорит возьмите и найдите такое слово коммерс но и тут коммерче я написала у себя коммерция а вот давайте так коммерция так вот написано там я вот вам сейчас потому что я выписала что обозначает секс коммерс коммерция в этом словаре обозначает всего лишь секс казалось бы мы мы это знали нет а этот пользуется юристы высшего эшелона власти вот этим словарем только этим словарем есть другие юридические словари но пользуют только вот этого автора потом он говорит пишет найдите слово конгресс и посмотрите потому что мы говорим конгресс и представители конгресса мы тоже это говорим так вот надо знать что термин но это я быстро перевожу в этом же с итальянского меня все на итальянском что термин конгресс давайте кто-то же включу блин чтобы вы видели сколько работы было сделано сегодня на камеру включу одна страничка вся исписана вторая вот конгресс реферименту а конгресс это тоже секс значит два слова конгрессу и коммерция в этом юридическом словаре вам дает понять что это два слова которые обозначают всего лишь секс и через секс мы репродути мы продукт репродукт 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 понимаете мы все репродукты все живые существа репродукты которые называются коммерс а нас мальчик это пар вот мы товар мы тот товар который постоянно делаем его постоянно мы производим значит вот эти все слова вы теперь можете понять что это вот это есть система а система это ческая система и исполнительная система это все завязано одно на одном и она идет через ну бия привет через дорогу сексуально секс всего лишь потому что мы продуцируем вот этот марте продукт света этот переводчик вот этот английский или какой только английский я если я скажу что с английского коммерс переводчиках пришельцы это надо смотреть только в этом словаре это юридический словарь я скину это тот словарь которым пользуется дело в том что есть много словарей и каждый может интерпретировать а это юридический словарь пользуется очень а юридический язык вообще какой он английский все документы которые они французский нет я тоже думала нет английский а все документы которые были изданы вот этим бул и все это на а сейчас современный латынский почему я дойду до этого давайте я тогда дойду так до вас и 2 а так и вы благодаря вот этому раз размножению продукта через сексуальную дорогу то есть через коммерс и через конгресс потому что это одно и то же объяснение вот этим словам и здесь мы подходим вот эту право потому что мы состоим на 90 процентов из воды потому что вода также это деньги вода также это флюсы вот воды это есть деньги я вам рассказываю не то что я придумала я вам рассказываю перевожу выкопала тот который 50 лет а потом каждый сам решает так сейчас я сейчас минуточку и вот вы такие ресурсы человеческие ресурсы которые постоянно репликируются и значит вы есть вот это богатство для корпорейшен и тут вот тоже обоснование что такая корпорейшен дело в том что корпорейшен это или покойник почему используется английский язык потому что корпорейшен это значит склад покойников так и потом что такое же банки банкс или банкины вот эти банкс мы думаем что бар это какое-то такое здание организации где там хранится какие-то сделки правы производятся финансовые сделки но в этом словаре не говорится что это какая-то склад каких-то денег а банки это берега 1 1 реки это об два берега одной реки значит и вот эти и между этими борога берегами идет движение вот этой воды вот что такое банки они находятся по двум сторонам где проходит вот этот человече человеческий флюс вот это человеческое движение воды из чего мы сделаны или деньги потому что наша энергия которая 90 процентов вода или электричества мы продуцируем энергию благодаря нашей воде и электрических зарядов из чего мы сделаны благодаря вот такой комбинации и продуцируется деньги а деньги то чья-то власть так ликвиду так как сейчас сейчас интернациональная ностру и ну и вот значит что пишется значит и нострокорпа и наше тело или вот корпс или покойник это секура ционы господи как сейчас борс борс 1 нью-йорк на бирже это при нью-йоркской бирже каждое человеческое ко миру тела она каждый каждый день происходится торги на нью-йоркской бирже нью-йоркская биржа это то что там продают и вот и также это что там продают и не покупают какие-то продукты там вот покуп покупает вот этот человеческий продукт. И когда мы думаем, что нас столько-то, или больше, или меньше, и мы не знаем, сколько нас, нет. Каждый человеческий продукт, он посчитан. А посчитан с момента, когда нам дают регистрационный номер, с момента, когда мы появляемся на свет. И вот этот сертификат рождения вот этого продукта, он сразу же идёт на торги в Нью-Йоркскую биржу. Вот что такое Нью-Йоркская биржа. Но, наверное, если там он может что-нибудь будет додавать, что вот эти флюсы, пусть будет так. Это я так хочу, наверное. А то, что вот это факт, это и есть факт. Так вот, он пишет. Дело в том, что надо ещё понимать, что вот эта Нью-Йоркская биржа это федеральное государство Америки. Вот эта корпорейшн, это частная собственность. И администрация этой частной собственности началась с момента дефольта 1933 года. Я понимаю, что автор этого, он не знает, что происходило раньше, потому что у него есть некоторые такие заявления 2000-й давности. Там, вы знаете, но мы понимаем, что это уже внимание сильно не обращало. Я вам перевожу то, что действительно считаю, то, что мы ещё не знаем. А остальное мы уже всё знаем. Так вот, в 1933 году это было официально, каждый чертификат рождения был продан на вот эту биржу. Что случилось? Мы можем только догадываться. Много, наверное, знаю. Ну, не буду я здесь говорить. Дальше идёт. Так как каждая корпорейшн, она должна иметь своего президента, своего заместителя, ВИЧа-президент, и секретарь Тезоро. Как? По сокровищам? Нет, как он называется? Блин. Ну, ещё там, ну, давайте, давайте я вам скажу так. Секретарь по сокровищам. Не могу сейчас перевести быстро, не знаю, как по-русски. Так вот, это есть Дерито Сочетарио, это есть и право как Сочетарь, блин, как будет Сочетарь. Это право, корпоративное право. Давайте так, корпоративное право. Точное, правильное слово, мне потом, я вспомню. Это корпоративное право. Значит, что мы имеем? Те люди думают, что президент, например, Америки, ну, он говорит об Америке, конечно, что президент Америки, ну, это президент Соединенных Штатов Америки. Так вот, президент Соединенных Штатов, не Америки, никакой не Америки, а Соединенных Штатов. Так вот, снова посмотрите в этот словарь юридический, где написано, что Соединенные Штаты это организация собственного, частного права. Это организация частного права. Это корпорейшн. И так как все корпорейшн должны иметь своего президента, и это, значит, ну, я тут сама уже повторилась, значит, президент не Америки, а он всего лишь президент одной корпорейшн, одной организации, вот этой корпорейшн, тот, кто владеет вот этими покойниками или телом. и, значит, когда началась, когда организовалась вот такая корпорейшн, вообще самый исток, если в 33-м году, 1933-м году, это после дефольта, получилось так, что каждый гражданин, вот уже гражданин, который рождается, он входит в эту корпорейшн, а вот сама организация этой корпорейшн была в 1868-м году, это 14-й эндомейн, не знаю, ладно, не знаю, так, и вот она и здесь и говорит, что это была корпорейшн Соединенных Штатов, так вот, наверное, с этой даты, 1868-й год, можно считать, что тогда вот началось, ну это, наверное, Вторая мировая война, потому что здесь была организована корпорейшн, Соединенных Штатов, но не Америки, каждый штат, это каждое государство, вот тогда были эти Соединенные Штаты, где находился центральный офис, не знаю, может он знает, я не знаю, так, сейчас, и вот, так вот, надо знать, что все государства это корпорейшн, это организации, государства, в свою очередь их контролируют до частных лица, ну здесь написано, частники, потому что даже он не говорит, что лица, он говорит, что какие-то частные, кто такие частные, ну здесь, наверное, идет напрямую к этому Яхвэль, и все президенты, их заместители, вот эти ВИЧа президенты, вот эти секретарии, которые занимаются сокровищами, я не знаю, и все, все, все живые существа на этой земле, они принадлежат корпорейшн, и их представители, вот этих корпорейшн, вот это есть государство, и вот почему, значит, вот почему надо, чтобы каждый родившийся имел сертификат рождения, потому что благодаря вот этому документу, вот это свидетельство, ну сертификат называется, свидетельство о рождении, можно привязать того покойника к тому корпорейшн, где он родился, на территории, какой он родился, вот почему на территории корпорейшн Украина в данный момент, а ее не было, например, ее в 33 году, можно сказать, что пошли вот эти разделения по корпорейшн, и чтобы удобнее было пользоваться вот этими покойниками, и вот на территории зоны Украина родился, вот у него свидетельство о рождении, значит, идет с 33 года идут какие-то торги на Нью-Йоркской бирже. Так, финиши трибуналы, квестов, так, по ту зону, и курсу, и гары, уже только погары. Ага, ну и вот, и вот с этого пункта, когда ты вдруг попадешь в какой-нибудь суд, и с этого момента ты должен защищать свои права, и только ты можешь, а, и тебе надо будет платить из-за твоего невеждества, невеждества. А те, которые изучают это, они знают прекрасно о твоем невеждестве. И проблема то, что ты не знаешь, как себя защитить, это только твое невеждество, твое нежелание учиться. И благодаря твоему невежеству ты окажешься в тюрьме, потому что твое тело это батарейка, это всего лишь физиологическая, ну, биологическая батарейка. И вот это ты должен предстать перед судом, и кто-то должен платить, когда ты попадешь в суд. Так вот, и в этом момент мы говорим о коммерции, потому что права потому что вот это и есть морское право. Когда говорится присказка, что когда у тебя какие-то проблемы с законом, значит, ты находишься в бурлящих водах. Ты должен заплатить только за то, что ты вдруг попал в какие-то бурлящие воды. А бурлящие воды это тоже идет прямое направление к морскому праву. Когда говорится, что ты в бурлящих водах, мы думаем, что это какое-то иносказательное заявление, что что-то у тебя какие-то проблемы. Когда говорится, что ты в бурлящих водах, это то, что ты попал под это морское право. Это все к одному. Все имеет вес. Так, сейчас. Ну, и кто-то должен, значит, кто-то должен прийти и тебя выдернуть из этих проблем или с этих. Вот. И вот почему, когда говорится, что гражданство, и здесь говорится citizenship. Знаете, да, английское слово гражданство? Это citizenship. Так вот, citizenship – это гражданин, а ship – это же и есть, но несказательно здесь и в прямом, что это всего лишь корабль. Ты попадаешь на вот этот корабль. И вот, когда у тебя проблемы с твоим гражданством или citizenship, значит, корабль идет ко дну. У тебя много проблем. И кто-то так должен тебя спасти. это bail out. И эти слова надо знать. Так, и буду на батарея, биологика, сарай, системат, и его начало. Так вот, если ты не сможешь себя защитить, тогда вот твоя биологическая батарейка или твое тело попадет куда? В клетку. А вот здесь очень интересно. Вы знаете cell по-английски, да? Cell – это тоже также и cell. Это или клетка, клетка тюремная или клетка вот обыкновенная сота. Понимаете? Свет, извини, перебью, а там написано шип или шиеп? Просто шип на овца, то есть или баран, то есть как единица такая дойная. Шип и сейчас, сейчас, минутку, я пишу в этом. Потому что не схожие слова шип корабль, а шип овца. Буквай. Буквай. В данном смысле говорится о корабле. Вот я написала. О корабле, да? Так вот. И здесь то, что я говорю, что ящик Пандоры. Понимаете? Если ты не имеешь права себя защитить, вот ты попадаешь в вот эту cell, cell, как пишется по-английски, сейчас я напишу. Или еще cello. Cello, это если говорим cello, это клетка. Когда говорим cello, это клетка живого организма. И сота, вот сотовая связь, это cell тоже. Вот так, что, знаете, я здесь я вообще хочу сказать, что вот здесь действительно ящик Пандоры. Человек. 35 градусов, уже тут мационерия потихонечку пошла. Ладно, тут я вот так для себя... Ну, вот то, что говорится о Ватикане, что это никакая не религиозная организация, она прикрывается какой-то религиозной организацией, это обыкновенная военная организация. И когда вот, кстати, дальше миссия, они говорят о миссиях, и снова смотрим в этот словарь юридический, который говорит, ну, миссионы, миссии, это говорит, что военные миссионы, вот, это военные, этот словарь рассказывает, что это миссия, и вот он задал такое, как разобрать слово синагога, потому что синагога, оказывается, не пишется одним словом, а пишется синагога, ну, и не сказал, ладно. Так, сейчас, сейчас, минуту, если может мне интересно, ну, так, операционы, чуя, уникальная норма, система ориентата, ага, ага, так вот, и здесь надо понимать отчётливо, что весь мир это всего лишь одна и огромная операция, операцион, оперейшн, то есть это единственная огромная система, которая на порабощение и манипуляцию направлена, и то, что наше тело, ну, скафандр, это и есть корпорейшн, и когда мы умираем и когда мы вот уже покойники, называется корпс корпи, играть на корпорейшн, секундлюду на фаре, и вот благодаря вот это корпорейшн, это склад вот этих покойников, и происходят все террористские манипуляции, вот, единственное, что могу ещё добавить, он очень интересно и тоже сказал, дело в том, что он действительно разбирал некоторые вещи про масонов, но он говорит, что масоны это организация очень такая серьёзная, ну, понятно, возможно, но мы предполагаем, что это все вратина, который там немножечко откинуть нас, в другую сторону думать. Так вот, что говорится, потому что его собеседник, он сын, потомок, сейчас потом то я его заберу, он потомок там масонов, там они какие-то уже три поколения этих масонов. Так вот, оказывается, только на нашей планете можно добиться 33 градуса. Человек, человеческий скафанд, это не человеки, господи, хорошо, можно добиться до 180 градуса масонерии, но не можешь добиться на вот этой земле, понимаете? они прекрасно знают, что это не круглый шарик. На этой поверхности только максимум 33 градус, а 180 градус до 180 градуса где-то в другом, но они не говорят о другой планете. Они прекрасно знают, что нет в смысле в том, как мы говорим. И что хорошо еще пишут. А после 180 градуса под 360 градус это совершенно другая жизнь. Все. Да, спасибо, Света, замечательный доклад.